Добрый день! Сегодня на 18 декабря выявлено новых 205 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске максимальное количество 96 случаев. Наибольшее количество зарегистрировано в таких районах, как Ниренгринский 14 случаев, Алданский 12, Мегина-Кангалаский 9, Горный и Татинский по 8 случаев, Авангинском зарегистрировано 7 случаев. Еще в 14 районах зарегистрировано от 1 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за весь период у нас заболело свыше 23 800 человек. Из них 72% уже выздоровели и приступили к своим повседневным обязанностям. За сутки лабораторное оборудование провело 3264 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Все случаи у нас выявляются, обслуживаются медицинским персоналом. При необходимости назначается либо амбулаторное лечение, либо госпитализируется в стационары. Мы сегодня готовимся уже к новогодним праздникам, усиляемся по нашим запасам. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, это препараты для использования в стационарах. Всего надо отметить, что республика наша, мы уже неоднократно об этом говорили, с августа месяца начала как раз таки реализацию лекарственных препаратов, доставку для амбулаторных пациентов. Уже сегодня 126 миллионов затрачено на лекарственные средства, из них 36,5 миллионов – это федеральные средства, которые полностью реализованы. Свыше 11 тысяч человек уже получили лекарственные препараты при лечении. Хотелось еще раз подчеркнуть, что очень много у нас обращений возникает. Данная программа не предусматривает возмещение лекарственных препаратов, либо средств, затраченных на них, если вы уже переболели. Препараты даются только на период заболевания, именно в тот момент, когда идет реализация тех или иных направлений по лекарственному обеспечению. Что касается вакцинации, я буквально в прошлой неделе говорила про ковидную вакцинацию. У нас поступило 842 дозы, практически вся она реализована. Сегодня последний этап вакцинации. Мы прививаем работников красной зоны по желанию. Это вакцина добровольная, и следующий транш мы ждем в следующем году для прививания также декретированных групп населения. Мы продолжаем все время говорить о том, чтобы люди придерживались всех правил, которые сегодня приписаны санитарными нормами, продолжали дистанцирование социальное, максимально обрабатывали руки. И несмотря на тот же ковид и те режимные меры, которые сегодня применяются, в том же масочный режим, он как раз позволил нам сегодня снизить заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Мы сегодня видим, что не превышают пороги, особенно среди детского населения. Обычно в этот период мы уже входили в некий такой формат карантина по ОРВИ и гриппу. Сегодня те меры, которые приняты, в том числе и вакцинация от гриппа, которая завершена в нашей республике, привита более 60% от населения, дало нам такой положительный результат. Всем беречь своего здоровья. Удачи. Спасибо.